Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Здание по размерам, сопоставимое с синагогами Москвы и Петербурга, строили 9 лет. Этот общинный еврейский центр сможет вместить более 100 человек. Масштабное событие соберется на год около 40 человек, раввины России и Израиля. Оценит здание, которое, как обещают представители саратовской еврейской общины, простоит более 200 лет. Мария Смирнова, Олег Зирюков, Саратов, 24. Эпилог библиотечного конкурса в Саратовской области подводит первые итоги необычного социзания среди работников сельских читателей. Так, в поселке Советский Дергачевского района резко выросло количество читателей. За книгами стали проходить целые аксельные. Местная библиотека здесь, в поселке Советский Дергачевского района, настоящий культурный центр. Каждый день сюда приходят в прямом смысле полдеревны. Эльмира Бекрашева одна из таких книголюбов. Именно ее работники сельской читательной предложили принять участие в уже известном на всю область конкурсе «Библиотека территории чтения». Теперь семья Дергачевых самая читающая. Победительницы считают, что этот конкурс сегодня как никогда актуален. Чтобы люди в основном привлекались, ходили все чаще и чаще, участвовали в конкурсах, посещали сельские библиотеки, участвовали везде. И джеки тоже привлекались к этому всему, но им нужна книга – это труп человека. В гости в сельскую библиотеку приехал инициатор конкурса депутат Госдумы Николай Танков. Вместе с сотрудниками библиотечного дела проходит музык-нижний плод и интересуется пополнением фондов. После чего уже на встрече в местном Доме культуры отмечают, что вся его деятельность направлена именно на тем, кто трудится на селе. Врач, сельский учитель, библиотеки, работник сельского хозяйства, продавленер, учащийся лицей, работник сельского дома культуры. Но все, наверное, очень главные задачи – обеспечить продовольственную безопасность в нашей стране. И для этой задачи грязами поставить президент Владимир Владимировича. Я горжусь, что я являюсь, я являюсь в такой большой стране, как Россия. Для сотрудника библиотечного дела конкурс – это не просто соревнование, а в первую очередь возможность проявить себя. Именно поэтому проект получил высокую оценку в профессиональной среде. И еще одна победительница конкурса, Вигия Кронова, рассказывает, каких успехов по самимчастию она добилась в своей работе. Очень много детей пришло к библиотеку в сидите в конкурсе, потому что мы проводили все специалисты мероприятия. И со школы, с начальными классами, они, по мне, записали шоу, библиотеку, это мне плюс, как работают библиотеку. По мнению самого депутата, и повыш в звоноком помог объединить людей, привлечь любовь к книге, культуре и истории нашей страны. Учить столько эмоций, это, думаю, это красило и для патриотизма, и нашего конкурса, и нашей страны в целом. Поэтому его можно назвать как патриотическим конкурсом, потому что история, это и есть, в нашей истории, вся Россия есть патриотизм. После того, как конкурс вызвал широкий резонанс среди сельских библиотекарей, желание принять в нем участие появилось и у городских коллег. Так, коллектив одной из читален Волжского района попросил депутата также включить их в проект. В свою очередь, Николай Тонков ответил, что намерен увеличивать количество участников конкурса. Заявка, желающий к нему поучаствовать, уже принята. Полина Вапинец, Александр Лусисов, Саратов-24. К бою готов. За неделю до самого ожидаемого боксерского поединка в последних лет в Саратове, Артем Чеботарев провел открытую тренировку. Напомню, он поборется за титул чемпиона мира. Но соперником стоит украинец Евгений Трофанов. В средствах событий наш корреспондент Денис Торенко. Саратовский спортсмен Артем Чеботарев провел открытую тренировку перед боем за звание чемпиона мира по боксу, который пройдет в 13 сентябре, а Дворцы спорта перестал. Чтобы встать в пару со спортсменом, Саратов приехал и его привычный спаринг-партнер Сергей Щегаев из Москвы. Его мастер спорта международного класса по боксу. А также на ринг вышел Саратовский спортсмен Александр Ходянцев. Он также мастер спорта России по боксу. Не знаю, как боксиры Дмитра Афанова, давно за мной наблюдаю. Очень яркий боксер. И у нас примерно с ним один стиль. Я посмотрел его какие-то фишки и стараюсь боксиры так, чтобы Артем максимально подстраивался к корнето и Дмитра Афанове. Да, я с ним дружусь, я с вами с Резгордой, там уже порядка 30 лет на армейс. Как ни поможет, на том событии больше я сразу приехал, когда все оставил, приехал сюда. Это одна из последних тренировок, перед боем. За медиа Артем ему еще предстоит несколько спарингов. Однако на следующей неделе на руске это не только раскатка. Я буду прибирать сильную энергию, чтобы не тратить сильно расстрачиваемые тренировки. То есть, как говорится, перед смертью не одышишься, то есть, надо не находить силу, чтобы они были вдвоем. Будем выщить всякие отработки, надо делать. На открытой тренировке Артем должен простоять 8 раундов. Старинки и партнеры менялись, чтобы спортсмен не сбавлял тем. Однако присутствующим журналистам тренировки разрешили снимать только всего полчаса. Дальше шла закрытая подготовка тактики. На тренировке помимо журналистов присутствовали воспитанники местного боксерского клуба. Также поддерживающий батарею приехал министр спорта Александр Абросимов, присутствующий в зале организаторы боя, которые, еще раз напомню, состоится 13 сентября в дворце спорта «Кристалл», отметили, что уже практически не осталось для своих билетов на финальный бой Чебатарева. Денис Титаренко, Роман Шиндяев, Саратов, 24. В то время наши корреспонденты вышли на улицу Саратова и узнали у прохожих, какие новости сегодня они считают главными и почему. Ну, то, что у нас теперь у детей, которые выезжают в школе, вызывают обязательное изучение двух иностранных языков. Бреженцы не очень принимают батареи, поэтому я бы даже писала подицию, что их надо как-то в небольшом доме. Ведь это поэт от нас, что вот европейские события по поводу беженца, в общем-то, я обратил внимание вот на то, что большая масса людей о своей, так сказать, плохой жизни, о своей любви жизни. Вот это мне, в общем-то, знаете, горько на душе, как то, что люди бегут, просяют свою Родину. Нету у них ни с чего. Они больные из Ира, и смотрят на дистину. И вот, и вот, и все из-за таких приемов, и группа, и группа, и группа, и группа, и группа, и Аглия. Ну, дай бог, у них все мосердия. А если нет, то надеемся, что вот людям повезет. Вот я так думаю. Что у нас, что, в трех раз, ищут всесоюзные, все российские контрольные работы. Ну, граната у нас на советской. Вот, так, это необычное для Саратово происшествие. Да, так необычное, как прежнему. Мне запомнилось встрече главы города Саратова с представительствами бизнеса общества, когда рождает торгово-промышленная база. Мы делали, что я даже не был на креме, но вот, что я не в среду, и в среду, и в среду. Потому что я, там, на кисусе, что я читал, как это, на новостных клиентах. Я давно не слышал, чтобы и представители бизнеса, и в среду чиновники собравшись в месяц и со временем произнесились только помощь избранную сущих людей. Но это, я кажется, и в следующую жизнь в этот вот час тогда вообще супер, мне кажется. Ну, вот, наверное, так с вами, да, что я не запомнился. Здравствуйте. Здравствуйте, профессор Африч. Что, что мы здесь не правда так праздывается? Мы с вами перерывами. Это были феновы, с дегативной часу. До встречи. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.